Журналисту Дмитрию Бакаеву, автору программы «Резонанс», угрожают физической расправой. Угрозы начали поступать после выхода в эфир критических сюжетов об интернате для психически больных. Журналист обратился в полицию. В своей программе Дмитрий Бакаев рассказал о нарушениях в женском психоневрологическом интернате. Вместе со съемочной группой на место выезжали общественники. Когда-то такие заведения у нас называли богоугодными. В данном случае этого не скажешь. Критика вызвала агрессивную реакцию администрации. Руководство этого интерната перепугалось. Оно испугалось, что его могут убрать с должности. И не нашло ничего лучше, как обзвонить всех родственников больных и сказать им, вы знаете, в Одессе есть такой журналист, который ратует за то, чтобы наш интернат закрыли. И более того, за то, чтобы родственников отправили по домам. И хотя ничего подобного автор программы не предлагал, на многих провокация подействовала. Директор говорит, дает мой телефон. Говорит, звоните этому негодяю. В 2 часа ночи, в 4 утра звонили. Под конец уже мне на почту стали приходить перефотографированная парадная, моя дверь. Ну, с тем, что мы рядом, мы уже близко. Прошел месяц с тех пор, как Дмитрий написал заявление в Малиновский райотдел полиции. Активных действий по расследованию не наблюдается. Прошел месяц. Ничего. Тишина. А мне продолжают загрожать, продолжают мне звонить в среди ночи. Группа правозащитников пришла на прием к начальнику райотдела. Ответить что-либо по существу он не смог. После того, как человек пишет заявление о угрозах завоицы в МИРДР, после этого он приглашает следователя и предъявляет постановление о признании потерпевшим. Дмитрий не признан потерпевшим. Если он не такого постановления, значит, он автоматически является, согласно 55-й, потерпевшим. Никто его не пригласил, не дал ему обязанности к потерпевшим улицам. Какое к полиции может быть доверие, если после того, как после такого резонансного дела, после того, что вы занимаетесь этим делом, они продолжают угрожать. То есть такое впечатление слаживается у людей, что полиция ненавидит журналистов и хочет их просто на корню выдернуть. Почему такое у меня сложилось мнение? Потому что реально еще хуже стали угрозы. В данный момент проводятся следственные мероприятия, подготавливаются иные следственные мероприятия, в результате чего после проведения тех или иных следственных мероприятий мы будем реализовывать данные мероприятия. Начальник края дела пообещал взять расследование под личный контроль и при необходимости даже предоставить охрану журналисту. Дальнейшее расследование покажет, что будут задержаны, будут предъявляться подозрения, либо дело на тормозах сойдет. То есть будем смотреть и будем коррупционный комитет, руководители, активисты будут наблюдать и держать на контроле. На следующий день Дмитрию позвонил следователь. Оказалось, что, как и подозревали общественники, делом никто не занимался. Пропала и часть документов. Мы прилагали копию угроз, номера телефонов, по которым звонили. Все это прилагалось, оно исчезло. Дмитрий отправился на обещанную встречу с начальником рая дела. У полиции есть шанс показать, что слова не расходятся с делом. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, Юрий Рух, телекомпания КРУХ.